Всем привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодня мы попытаемся рассказать об основных событиях гражданской войны в Америке. И избежать при этом занудного повествования о бесконечных кампаниях и не менее занудного повествования о бестолковых и бесконечных генералах. Окей, февраль 1861 года, южные штаты выходят из состава Соединенных Штатов и образовывают собственные штаты конфедеративные, Кэша, с хлопком и рамством. И первое, что делает правительство Кэша, это пытается призвать на свою сторону Англию и Францию, которые зависели от поставок хлопка. Вы ведь знакомы с королевой, верно? Ну так я хотел бы знать, когда вы наконец что-нибудь предприимете в связи с морской блокадой проклятых янки. Но поскольку в это же время царская Россия, пусть и неофициально, но все-таки поддерживала Северные Штаты, де юре Англия и Франция таки воздержались от участия в войне на территории своих бывших колоний. В России, кстати, в это же время примерно отменяют крепостное право. Тем не менее, за время войны Англия и Франция таки наклепали южанам несколько корабликов. Ну а затем южане выбирают практически стратегию Блицкрига. Ну, быстрые, победоносные и всякой такой войны. И первыми атакуют Север. Ну а точнее происходит битва за форт Самтер. Забавно, что сам форт находился на территории Южной Каролины, одного из конфедеративных штатов. Но официально территория именно самого форта принадлежала северянам. Поэтому вся операция проходила под названием конфискация имущества. Кстати, сам этот форт, Самтер, был далеко не простой. На момент своей постройки он считался самым неприступным фортом в мире. Ну, вообще в этой войне было очень много всего самого-самого. Короче говоря, форт осадили, несколько раз пальнули из артиллерии и через несколько дней осажденные капитулировали. Причем во время этих так называемых осады и штурма никто не погиб. Обороняющиеся назвали только одно условие для капитуляции. Многократный салют в честь флага США. Ну и во время этого салюта взорвался штабель снарядов. Из-за чего двое американских солдат таки да погибли. И достижение First Blood в войне севера и юга уходит к фейерверку. Следующее важное событие этой войны это, конечно же, резолюция Криттендена Джонсона, которую северное правительство приняло летом этого же года. Этот документ был призван объяснить всем, за что же в итоге воюет Союз Северных Штатов. Резолюция заявляла, что война была начата Союзом ради объединения страны. И ни в коем случае не ради отмены экстравагантного института рабства, как значилось в резолюции. А все потому, что, как мы уже говорили в прошлом выпуске, в составе Союза было аж три рабовладельческих штата, которые вот вообще не понимали всех этих разговоров об отмене рабства. Кстати, о штатах, разделившихся на два лагеря. Любопытный казус случился со штатом Мэриленд, который вообще-то хотел вступить в КША. Товарищ Линкольн ввел в этом штате военное положение заранее, выставил артиллерию напротив мэрии главного города штата Балтимора, дабы не допустить сепаратистских настроений. Такая вот дипломатия. Американские юристы до сих пор обсуждают, можно ли считать это действие законным со стороны правительства США. Ну и перейдем к битвам. Двигаясь по основным событиям войны севера и юга, конечно, нужно сказать о битве при Севен Пайнс. Первое июня уже 62-го года. Кстати, на этом этапе войны южане еще впереди. Вообще, начало для них сдалось неплохо. Итак, Севен Пайнс. Первое использование пулеметов по назначению в мировой истории. Правда, судя по статистике потерь, они оказались не слишком эффективны. Все потому, что пулеметы Аджера, которые использовались северянами, вообще больше напоминали кофемолку, а не пулемет, и патроны в них загружались с совочками. А пулеметы Вильямса, которые были на вооружении юга, вообще были не пулеметами, а просто скорострельными пушками. Знаменитое орудие смерти под названием пулемет Гатлинга будет несколько позже использоваться в войне. Битва, кстати, закончилась ничьей, как и большая часть важных битв в этой войне. Следующее событие, опять же, связано с первым в истории. С первым в истории сражением двух броненосцев. Не этих броненосцев, кораблей. Монитор на стороне севера и, как нетрудно догадаться, Вирджиния на стороне юга. 8-9 марта 1862 года. Битва на Хэмптонском рейде. Это был рейд южан, целью которого было снять морскую блокаду с побережья одного из штатов. Смешно, что южане не ожидали то, что у северян тоже будет броненосец, и поэтому вооружили свой корабль только бомбами, которые годились только против деревянных кораблей. Северяне от них не отставали и поэтому тоже ступили. Конструкция их монитора не позволяла вести стрельбу с носа. Но в первый день битвы броненосец был только у южан. И поэтому именно в тот день, 8 марта, ВМФ США впервые в своей, пусть еще и не очень долгой истории, потерпел сокрушительное поражение. Зато на второй день янки практически смогли взять реванш. Они вывели свой монитор, с чьей броней южные корабли просто не могли ничего сделать. И поэтому, потоптавшись почти на мели и лениво потаранив друг друга, все в итоге грустно расплылись в разные стороны. По результатам битвы обе стороны объявили о победе. По факту северяне потеряли несколько кораблей, а южане так и не смогли добиться снятия морской блокады. Ну а теперь мой любимый кусочек этой войны. 12 апреля 1862-го. Великая паровозная гонка. История заключалась в следующем. Группа северян-диверсантов-добровольцев проникла в армию Юга в штате Джорджия и вознамерилась угнать паровоз. Ни много, ни мало. Паровоз, которых у Юга было и так не очень много. Причем не просто угнать, а направить его по дороге, соединявшей Атланту и Читанугу, два крупных и очень важных южноамериканских города. Да еще, чтобы по дороге поджигать мосты... Этот поезд в огне, и нам не на что больше жрать. Срубать телеграфные столбы, в общем, веселиться. Ну и заодно нанести неслабый удар по южным коммуникациям. Собственно, вознамерились, сделали. Но суровые южные железнодорожники не растерялись. Заметив пропажу, они сначала гнались за угонщиками бегом. Потом, когда они поняли, что это не очень эффективно, а паровоз начинает разгоняться, они пересели на дрезину. И, пересекая на дрезине горящие мосты, по дороге они, наконец, смогли зацепить другой паровоз. Полдня они гнались на одном паровозе с другим, и в итоге, как не смешно, но таки догнали его. Потому что у северян просто кончилось топливо. Диверсанты пытались разбежаться и скрыться в лесу, но их всех догнали и, да, повесили. Повесили даже двух парней, которые проспали угон паровоза, но их сдали свои. Причем они не просто его проспали, они проспали его потому, что они, в отличие от всех остальных диверсантов, забыли дать швейцару на чай, чтобы он их разбудил с утра пораньше.